Христос родился! Иосиф с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Встал от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господний, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Мы погружаемся в атмосферу Рождества, когда читаем рождественские истории, описанные в Евангелии от Матфея, от Луки, и другие евангелисты говорят нам о воплощении Сына Божьего, человеческую плоть, о той цели, ради которой Он пришел на эту землю. И таким образом мы словно переносимся в то время, когда это происходило, и видим ясно перед собой картину, этого Рождества Христова, как событие. Событие рождения Спасителя в мир, событие Бога воплощения. И Священное Писание раскрывает нам истинный смысл, евангельский смысл этого события, которое заключается в том, что сказано было в 21 стихе первой главы, которую мы только что прочитали. «Родить же Сына, и наличешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». «Ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Это цель спасения, цель Евангелия, которая пришла вместе с Иисусом Христом для того, чтобы воплотиться в тот план Божий, воплотившийся в то спасение, которое Господь совершил для каждого из нас. И Священное Писание открывает нам смысл того, что произошло, и мы можем здесь как бы констатировать тот факт, что, собственно говоря, необходимы два условия человека в отношении его с Богом. Первое условие – нужно стать своим Богом, и второе условие – это Бог должен быть по жизни с человеком. Стать своим Богом, и Бог должен с нами быть по жизни. Только тогда мы получаем это спасение, только тогда мы реально Его наследуем. И чтобы стать Богу Своим, нужно, конечно же, как учит нас Евангелие, примириться с Ним через веру в Иисуса Христа. Принять Христа в свое сердце. Мы читаем в Иоанна 1 главе с 11 по 13 стих написаны такие слова о Христе. «Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». А в послании к Ефесянам во 2 главе с 17 по 19 стих мы читаем «И придя, благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через Него, то есть через Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Таким же образом написано, кто является своим для Бога. Своим для Бога является тот, кто имеет веру во Христа, который принимает Иисуса Христа в свое сердце и который обретает по этой вере то спасение, которое Бог ему дает. И второе условие – Богу необходимо жить с нами, потому что если спасение реально приходит в нашу человеческую жизнь, то Бог должен постоянно присутствовать в нашей жизни, постоянно быть с нами, как говорит нам об этом Священное Писание. Мы знаем слова нашего Господа Иисуса Христа, который перед тем, как вознестись на небо, говорил ученикам своим, «Сея с вами во все дни до скончания века». Иоанн Зея Матфея, об этом можем прочитать, 28 глава, 20 стих. Таким образом, эти условия, они соблюдаются в нашей жизни, если мы принимаем веру из сердца Христа, если мы обретаем Спасителя в нашу жизнь, и если этот Спаситель постоянно находится с нами. То есть это спасение сохраняется, оно дается нам навеки, навсегда, чтобы быть всегда с нами. Мы еще читали в Ветхом Завете, об этом написано в первой книге Паралипоменон, слова наставления царя Давида, которые он говорил сыну своему Соломону. И говорил он такие ему слова. Это 28 глава, 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца, и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Поэтому мы с Богом только тогда, Бог с нами только тогда, когда мы сбыть с Ним, когда мы стремимся всем сердцем Ему служить, когда мы верим в Него, когда мы общаемся с Ним, когда мы любим Его, когда мы признаем Иисуса Христа как своего Спасителя, когда мы видим в Нем Царя и Повелителя нашего, чтобы слушать Его и повиноваться. «Родить же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Так говорит нам Слово Божье. Когда мы говорим слово «спасение», и многие люди слушают это слово «спасение», слышат то, что мы произносим, они понимают спасение только в каком-то одностороннем таком варианте. То есть спасение для многих людей не связано с верой, а связано с тем, что какие-то люди приходят в жизнь и совершают действия, которые выводят нас, выводят нас, людей, из состояния опасности, состояние какой-то ситуации, когда смерть может нам угрожать, то ли это война, то ли это бедствие стихийное, какие-то природные катаклизмы, то ли это смертельная болезнь, когда врач нас спасает, совершая какую-то хирургическую операцию удачно, или назначая нам лечение. И все вот эти жизненные ситуации, они как-то знакомы для всех людей, потому что они дают спасение. А спасение – это значит, когда мы избавляемся от чего-то, мы выходим из состояния страха, выходим из состояния угнетения, выходим в новое такое состояние жизни, когда к нам в сердце приходит радость, уверенность, когда мы лишаемся тревоги. Вот об этом спасении многие люди помышляют, и они его представляют себе реально в жизни. Но евангельское спасение – это особое спасение. Это то спасение, которое мы получаем в результате действия Спасителя, самого Бога в лице нашего Господа Иисуса Христа. «Родить же Сына, и наличешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». И в самом имени Спасителя уже есть Евангелие, уже есть та весть, которую мы должны все прежде всего узнать и услышать, чтобы она стала реальностью нашей жизни. Это то спасение, которое вводит нас из состояния смерти в состояние жизни. И в состояние не просто жизни, а жизни с Богом. Когда Эммануил, с нами Бог, станет нашей реальностью, когда Он будет в нашей жизни присутствовать, и мы можем с Ним иметь общение, и надеяться на Него, и получать то спасение, которое Бог дает. Потому что Бог, Он, спасая нас, входит в нашу жизнь, и уже все жизненные ситуации, которые у нас возникают, связанные с какой-то угрозой, страхом, тревогой, они регулируются Богом, потому что Бог, Он дает нам общее спасение. Спасение для жизни, для той жизни, новой жизни, которую мы обретаем вместе с ним. Как же мы можем представить себе это евангельское спасение? Отчего Христос нас спасает? Отчего Он пришел в этот мир, чтобы спасти нас? И Слово Божье нам подробно изъясняет и в Евангелиях, и в посланиях апостолов ту мысль, которую мы должны принять верою, потому что только вера может нас спасти, вера в Господа Иисуса Христа. Итак, во-первых, мы спасаемся, как Слово Божье нам говорит, от погибели. Погибель связана с тем, что мы во грехах наших погибаем, и мы получаем смерть для Бога, потому что мы Бога не знаем. Мы живем во грехе, мы живем для погибели, потому что еще не пришло то спасение, которое мы принимаем в жизни. Иоанна 3, 16, золотой стих Бибели говорит нам, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Во-вторых, спасение приходит в нашу жизнь как дар Божий. Это дар, это не то, что мы заслужили. Некоторые думают, что спасение можно заслужить. Его можно обрести в результате каких-то действий человеческих, в результате каких-то достижений, каких-то совершения добрых дел. Но дар Божий говорит нам о том, и благодать Божья, как дар, говорит нам о том, что мы спасение получаем незаслуженно. Почему? Потому что Бог возлюбил, мы только что прочитали, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». И поэтому спасение мы обретаем как дар Божий. Об этом мы читаем в Послании к Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашему». Далее слово Божье говорит нам о том, что спасение мы евангельское получаем как спасение от Божьего гнева. Потому что весь Божий гнев мы заслужили. Заслужили как грешники. Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому на каждом из нас присутствует гнев Божий до тех пор, пока мы не отдадим наше сердце Господу Иисусу Христу. И об этом говорит нам Священное Писание. Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». В Послании к Римлянам, 5 глава, с 8 по 10 стих мы читаем. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева». Вот это спасение от гнева, оно приходит в нашу жизнь вместе с Иисусом Христом. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью, Сына Его, то тем более примиримся и спасемся жизнью Его». Дальше Слава Божия говорит нам о том, что спасение мы должны воспринимать как примирение с Богом. То есть мы должны с Богом примириться, потому что мы, если находимся во грехах, если находимся в неверии, мы находимся на противоположной стороне. То есть мы не видим Бога, не знаем Его, не ощущаем, не осознаем и находимся во вражде с Ним. И Священное Писание говорит нам, что мы примиряемся благодаря Иисусу Христу, благодаря вере в Него. Римлянам 5 глава, 1 стих написано «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». А в Послании к Римлянам 3 главе, 21 по 25 стих написано «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы и пророки». «Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления, в крови Его, через веру для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде». Примирение, за этим примирением следует прощение грехов, за прощением грехов следует оправдание, то есть снятие вины. И все это благодаря нашей вере, нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Дальше Слово Божье говорит нам, что мы спасаемся от греховного рабства. Если мы грешим, если грех над нами господствует, если он нами управляет, то мы ему повинуемся и таким образом находимся в рабстве греховном. И Священное Писание говорит, что освобождение от этого греховного рабства мы можем получить через нашего Спасителя Иисуса Христа. В послании к ремлинам, в 6 главе, с 5 по 7 стих мы читаем. «Ибо если мы соединены с Ним, то есть со Христом, подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. Ибо умерший освободился от греха». То есть если мы умерли со Христом для нашей греховной жизни, то мы освободились для греха. Почему? Потому что мы воскресли с Ним для обновленной жизни. Несовместима обновленная жизнь со грехом, который бы нами управлял. Поэтому дальше мы читаем 6 глава, 12 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его». Если грех не будет над нами царствовать, мы вышли из этого рабства, потому что Христос, родившийся во плоти, пришел на эту землю, чтобы вывести нас и освободить от этого рабства. Слово Божье говорит нам также в Послании к Римлянам, 6 глава, с 20 по 22 стих. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели? Какие дела? Каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Конец – жизнь вечная. Это цель. Цель, которую в себе нес Иисус, когда родился, когда воплотился и начал свою земную жизнь здесь, на земле. Поэтому Слово Божье говорит и раскрывает нам истинный смысл спасения нашего. Мы читаем, Слово Божье говорит нам о том спасении, которое мы имеем, как спасение от князя мира сего, который держал нас словно в клетке, он держал нас словно на цепи, в наручниках, для того, чтобы мы не вырвались из этого состояния неверия. И в послании к евреям во 2 главе 14 по 15 стих написано «А как дети причастны плоти и крови, то Он, то есть Христос, так же воспринял онное». Рождение Христа – это когда Он воспринял подобие нашей греховной плоти. «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». «Избавить, которые от страха смерти были подвержены рабству». Вот то спасение – это избавление. Избавление – это не просто, когда мы спасаем кого-то, а когда мы выводим человека из того состояния, которое может ему снова навредить. Когда мы выводим человека из состояния погибели, совершенно другое, новое состояние, состояние веры во Христа, которое обеспечивает нам и гарантирует наше спасение по благодати Божьей. Поэтому Слово Божье говорит нам о том, что мы спасаемся также и от мира сего. Потому что князь мира сего, который управляет людьми, которые поминуются ему, старается нами завладеть и через мир погубить нас, чтобы мы с этим миром вместе ушли в погибель. Но мы можем спастись из этого мира, как некогда Лота вывели с дочерьми из Содома, ангелы. Точно так же Христос выводит нас из этого мира, если мы слушаемся Христа и держимся за Его руку. И Слово Божье говорит нам в послании к Галатам, 1 глава, 3-4 стих. «Благодать вам и мир от Бога, пишет апостол Павел, Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Отца Бога и Отца нашего. Избавить, то есть вывести из этого мира в духовном смысле, хотя мы продолжаем физически еще жить, но мы понимаем, что мы вне этого мира, потому что Христос вел нас в свое царство. И это царство, спасение, которое мы получаем по вере». Слово Божье говорит нам в 1-м послании Иоанна, 5 глава, 4-й, 5 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и это есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Также Слово Божье говорит нам, что мы спасаемся от смерти через того, кто победил смерть. А кто победил смерть? Наш Господь, Иисус Христос, обретший это смертное тело, плоти. Он умер на кресте, но затем Он воскрес победоносно для того, чтобы победить смерть, для того, чтобы дать нам эту победу и стать для нас предтечей в небеса, как первенца из мертвых. Мы читаем в 1-м послании Коринфянам, 15-я глава, 55-го стиха и по 57-й. «Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти и грех, а сила греха – закон, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». И в этом же послании, в 15-й главе, с 20-го по 23-й и затем 26-й стих мы можем прочитать. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут». Каждый в своём порядке, первенец Христос, потом Христовый, пришествие Его. 26-й стих говорит нам «последний же враг – истребиться смерть». Таким образом, мы являемся победителями смерти, если присоединились к Иисусу Христу, к тому, кто сам победил смерть. И Он победил её, чтобы дать нам эту победу, чтобы мы обрели это спасение, как победу над смертью, которую мы получаем. Поэтому Рождество Иисуса Христа – это событие, явление Спасителя в мир. С нами Бог в лице Иисуса Христа, и мы обретаем Бога, когда читаем, когда воспринимаем веру, верою эту историю, и принимаем Иисуса Христа в своё сердце. Поэтому этот праздник для нас имеет не просто такое значение, как для многих людей, красивая такая история в простоте, рассказанная, которая говорит нам о том, как это происходило, как ангелы возвестили, как пастухи пришли, как волхвы в дальнейшем принесли дар. Не просто она нам рассказывает, а показывает, показывает Спасителя, показывает благую весть Евангелия, которую мы можем принять, чтобы обрести сейчас спасение. И в мире сейчас, особенно в Европе, принято отмечать Рождество без Иисуса Христа. То есть всё наполнено атрибутами праздника – подарками, гирляндами, ёлками, Санта-Клаусами, различными увеселительными мероприятиями, различными фейерверками и празднествами. Всё это атрибуты Рождества. Но где Христос? И люди не видят Христа. А Евангелие раскрывает нам самое главное, центральное место рождённого младенца. И оно заключается в том, что Он становится нашим Спасителем, приняв человеческую плоть. Родит же сына, и нарекут Ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог», и Спаситель, что значит Христос. Поэтому для нас очень важны эти слова. Потому что если мы принимаем Спасителя верою, то спасение приходит в нашу жизнь. А что ещё нам нужно? Что для нас является самым главным? Это обрести то спасение, которое нам даёт Бог, которое даёт нам как подарок. И в лице младенца Иисуса Христа мы обретаем этот подарок, который принимаем верою. Пусть Иисус прославится в наших сердцах, в нашей жизни, чтобы мы жили вместе с Ним, потому что с нами Бог. Так говорит нам Священное Писание. Слава Иисусу Христу! Аминь! Аминь! Аминь!